Как гравитация работает в качестве увеличительного стекла? Чтобы выяснить, какой Вселенная была в самом начале, нам нужно изучить самые далёкие галактики, чей свет путешествовал к нам миллиарды лет. Но чем галактика дальше, тем она и тусклее. Это усложняет наблюдение даже для самых мощных телескопов, потому что их способность собирать свет ограничена. К счастью, протянуть руку помощи может сама природа. Согласно Эйнштейну, гравитация массивных объектов может быть столь сильна, что искривит ткань пространства-времени. Свет, который обычно движется в пространстве по прямой, может показать, где происходит такое искривление. Очень массивный объект исказит пространство и отклонит путь, по которому движется свет. В каком-то смысле изогнутое пространство действует как увеличительная линза. Она собирает и искривляет свет таким образом, что, например, лампочка выглядит гораздо более крупной. Искривлённое пространство проделывает то же самое со светом галактики, находящейся позади. Но что в космосе работает как самые мощные линзы? Самые массивные объекты, коими являются галактические кластеры — массивнейшие объекты с сильнейшей гравитацией. Когда свет от далёкой галактики проходит через кластер, он усиливается и искажается, а сам кластер работает как не идеальная линза. Свет, который в ином случае прошёл бы в другом направлении, попадает в наш телескоп. Это позволяет увидеть недоступные иначе детали очень далёких галактик. Эффект так и называется — гравитационное линзирование. Без этого естественного усиления гравитации наши телескопы не смогли бы заглядывать так далеко в пространстве и времени и изучать галактики в ранней Вселенной. Космический телескоп Хаббла использовал множество гравитационных линз при наблюдении далёких галактик. А более мощный телескоп имени Джеймса Уэбба сможет находить более далёкие и тусклые галактики, чем мы когда-либо видели. С Уэббом мы увидим самые первые галактики во Вселенной и изучим историю её эволюции. А заниматься этим изучением мы предлагаем вам на нашем канале Альфа Центавра, так что подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и отправляйте видео друзьям, пусть они тоже полюбят космос, как мы с вами.